В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Цены вниз. Заметили ли саровчане изменение стоимости продуктов? Без права забвения. 11 апреля – международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Фортуна на стороне противника. Саров сразился со стартом в третьем матче финальной серии чемпионата Высшей Лиги Нижегородской области по хоккею. Далее расскажем обо всем подробно. Импортная техника и продукты дешевеют. Об этом заявил гендиректор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков. Если в марте цены на технику сильно взлетели, то сейчас они понизились на 20-30%. Кроме того, начали возвращаться скидки на товары. По мнению аналитика, это связано с укреплением рубля и требованиями Федеральной антимонопольной службы. Активную работу ФАС ведет и в Нижегородской области. За последнее время в регионе возбудили сразу несколько дел из-за необоснованного завышения цен на сахар, сообщил губернатор Глеб Никитин в своих социальных сетях. Он заверил жителей региона, что ситуация на контроле. На сахар снижается ажиотажный спрос. Поставки стабильные и в достаточном количестве. Цены должны стабилизироваться. По словам главы региона, в области выявлены массовые спекулятивные закупки. По ним будут принимать меры. Но для начала планируют обеспечить избыток товара в торговых сетях. Ожидается, это позволит снизить спрос и стабилизировать цены. Между тем, саровчане сильного снижения цен в магазинах не заметили. Однако отметили сокращение стоимости отдельных категорий товаров. Я очень редко бываю в магазинах. И мне показалось, что как-то почти все на том же самом уровне осталось. Может быть, чуть-чуть снижения. Предел в пяти, десяти рублей. Не заметила ничего. Песок был за 100, теперь уже 70, это уже радует. А так, в целом, чуть-чуть, я честно говоря, матча была. Ну, я думаю, что повысились. Ну, не настолько высоко. Сахар был 87, а сейчас 79, что ли. В общем, немножко, но упал. Но относительно старой цены, конечно, выше. Более 14 тысяч концлагерей, гетто и тюрем действовали на территории Германии и оккупированных ею стран. Узниками стали около 20 миллионов человек. Примерно 12 миллионов так и не дожили до освобождения. 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В эту памятную дату наша съемочная группа встретилась с Антониной Васильевной Ивановой. Ее угнали в плен в возрасте 6 лет. История бывшей узницы лагеря смерти в нашем следующем репортаже. Когда началась война, Антонине Ивановой было всего 4 года. Ее семья жила в деревне Ленинградской области. Почти два года Ивановы жили в оккупации. День, когда немцы пришли в их селение, Антонина Васильевна помнит до сих пор. Она как раз и возвращалась от подруги. Выезжают на фонтоциклах люди в форме такими. И это самое с оружием, с этим автоматом. Значит, это мы откуда знали какой там. Вот. Я уж как добежала домой, не знаю. Но из дома прижались все, напугались. А они таким въехали, с таким гоготом, каким до сих пор этот немецкий язык не переношу. В плен семью Ивановых угнали в 43-м году. Самым тяжелым для маленькой Антонины была разлука с мамой. Ее отправили в другой лагерь. А девочка с бабушкой и дедушкой попали в Лейпас в Латвии. Поразительно, но мама Антонина Александра Алексеевна не только смогла спастись из цепких лап смерти, ушла из концлагеря, но и нашла своих детей. Пришла к дверям концлагеря как раз во время построения пленных. Бабушка нас столкнула. Она узнала же тоже. И бегите к маме, бегите к маме. И мы побежали. Мы здесь не что, не что, автоматы направлены, не что. Мы бежим. Просто мы мама. Вот она нас обхватила и говорит, что, что это, сейчас очередь. Сейчас этих. Стреляли сплошь и рядом, без конца. Но очереди выстрелов не последовало. Все пленные молили фашистов пощадить мать с детьми. А потом в 45-м лагеря разбомбили. Ивановы добежали до латышского хутора, где и встретили долгожданную победу. Каждая история освобожденного узника полна боли, горечи, потерь и радости спасения. Михаил Савин собрал их в одной книге. Мы записывали на видео воспоминания тузников, переделывали в текст, сканировали фотографии и создавали такой материал. То есть у нас получалось и видео, и печатный материал вместе. Видео мы используем, вот сейчас пандемию, например, включали на видеоуроках для студентов к этой дате, к Дню памяти. Презентацию книги проведут к 9 мая в библиотеке Маяковского. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Валюта в свободном доступе. С 18 апреля банки вновь смогут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков, начиная с 9 апреля, объявил Банк России. Также те, у кого были открыты валютные счета или вклады до 9 марта, с 11 апреля смогут получать наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия остался прежним – 10 тысяч долларов США или их эквивалент в евро. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Электронную сделку по продаже и покупке автомобиля можно будет заключить на портале Госуслуг. Для этого нужно разместить данные о машине в личном кабинете. Подписать договор купли-продажи можно будет электронной подписью. Правительство планирует и дальше расширять возможности использования портала Госуслуг. Частью электронного правительства станет государственная единая облачная платформа, которая позволит выстроить работу госорганов без новых закупов компьютерной техники. В структуру электронного правительства войдет национальный удостоверяющий центр. Он обеспечивает выпуск отечественных сертификатов безопасности, необходимых для нормальной работы сайтов в российском сегменте интернета, сообщает Кабмин. Выбрать мероприятие, которое можно посетить по Пушкинской карте, станет проще. На сайте культура.рф в разделе «Афиша» во вкладке «Пушкинская карта» есть возможность выбрать географическую принадлежность Нижегородской области, что позволит увидеть перечень актуальных событий области. На этой же странице во вкладке «Все учреждения» представлен перечень организаций муниципальных районов, городских и муниципальных округов, участвующих в реализации программы «Пушкинская карта». Система назначения детских выплат для граждан, потерявших работу после 1 марта, планирует изменить, сообщает Минтрут. По новым правилам, если родитель потерял работу после 1 марта и встал на учет как безработный, его прошлый заработок не будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи. Пособие будет назначаться на 6 месяцев, после чего за ним можно будет обратиться повторно. Новые правила будут действовать до конца 2022 года, а не коснуться выплат в связи с рождением или усыновлением первого, а также второго ребенка. Пособие на детей от 3 до 7 лет. Выплат беременным женщинам. Пособие на детей от 8 до 17 лет. Семь водителей сели за руль авто в состоянии алкогольного опьянения. 38 сыровчан не пристегнулись ремнем безопасности. Трое велосипедистов нарушили правила дорожного движения. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Снова фальшивки. В правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудника банка о поддельной купюре. Подозрение вызвало банкнота достоинством 5000 рублей. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Сошел снег и доступ к садовым домикам для грабителей стал проще. На прошлой неделе сотрудники УВД зафиксировали два случая грабежа в садоводческом товариществе «Союз». Неизвестные проникли в дома и вынесли имущество на сумму 3000 и 7000 рублей. Поэтому будьте внимательнее и всегда проверяйте замки на своих домах. На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 8 ДТП с материальным ущербом. На южном шоссе около дома 18 водитель автомашины ВАЗ двигалась по нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог и не предоставила преимущества в движении «Ладе-Вести». В результате ДТП водитель ВАЗа получила повреждения в виде множественных преломов ребер. Была госпитализирована в травматологическое отделение КБ-50. А водитель «Лады» получил ушиб в височной области. После осмотра врачом он был отпущен домой. На прошлой неделе в состоянии алкогольного опьянения задержано 7 водителей. С тонировкой зарегистрировано 25 правонарушителей. Ремнем безопасности пренебрегли 38 автолюбителей. Три велосипедиста нарушили правила дорожного движения. Светлана Ярунова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Оттепели резкое похолодание, дожди со снегом и снова оттепели. Такие климатические качели наблюдали саровчане в первый весенний месяц. Каких погодных сюрпризов нашему региону ждать в апреле и мае? И каким будет летний сезон, мы узнали у начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольги Макеевой. Самый холодный весенний сезон был в 1941. Оттепели тогда пришли только в мае, а самая ранняя весна – в 2020. Уже 17 февраля среднесуточная температура устойчиво перешла к положительным значениям. Весна этого года теплыми и солнечными дневниками нас, к сожалению, не радует. О том, какими будут весна-лета 2022, мы узнали у начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Ольги Макеевой. Метеорологическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений. В регионе обычно эта средняя дата приходится на 26 марта. Однако к концу марта климатической весны мы не увидели. Она пришла ближе к середине апреля. Температурные качели в весенний период характерны для наших широт, пояснила Ольга Макеева. Это характерно для весны наших широт, которые длится всего 60-70 дней. В этот период интенсивные оттепели сменяются активными волнами холода и даже со снегом, как это было и в прошлые дни. Летний прогноз, составленный гидрометцентром России, носит фоновый характер и будет корректироваться краткосрочными прогнозами. Средняя температура лета в этом году, по прогнозам синоптиков, составит от 20 до 25 градусов. Осадки ожидают в пределах нормы. Не обойдется и без сильных летних ливней с градом. Что касается 30 градусов, они обязательно будут. Лето вполне приемлемое для наших широт, хорошее. Отдохнуть можно будет. Но нужно отметить, что чаще всего захолаживание северных широт приходит в наши районы именно в начале лета и во вторую половину августа. Руководитель гидрометцентра России Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции также спрогнозировал теплое и сухое лето без каких-либо серьезных температурных аномалий. Теплая весна уже на пороге. Столбик термометра уверенно стремится вверх. И если верить прогнозам, впереди нас ждут теплые солнечные дни без климатических катаклизмов. А значит, настала пора доставать легкие куртки и, возможно, даже запасаться кремом от загара. Третий матч финальной серии мог стать для Саровской команды историческим. Победа над давним соперником, трижды чемпионом области стартом из Таншаева, принесла бы нашим хоккеистам долгожданное звание чемпиона Нижегородской области высшей лиги. Однако удача улыбнулась их противнику. О том, как прошел матч, расскажем далее. Третий финальный матч решающий. У Сарова за плечами две победы. Очередная обозначит чемпионство высшей лиги. Поэтому с самого начала игры Таншаевский старт был настроен решительно. Гости открыли счет и забили в наши ворота первую шайбу. Но после первого перерыва хоккеисты Сарова мобилизовали все силы. И уже во втором периоде в ворота соперника летели шайба за шайбой. Сарову удалось вырваться вперед со счетом 6-5. Такой успех воодушевил многочисленных саровских болельщиков. Замечательные наши мальчики. Все прекрасно. Надеюсь на нашу победу. Надо брать домашнюю игру. Игра хорошая. Наши ребята собрались. Скорее всего, все получится. Так что удачи. Конечно, верим же. Всеми силами болеем за нашу команду. Надеемся, что сегодня они кубок заберут. Вообще шикарно. Шикарно. Мальчишки молодцы. Все стараются. Прям просто-просто замечательно. Я не часто бываю здесь, но игра прям супер. У меня и внук здесь, и дочь здесь. В общем, всей семьей пришли болеть за наших. Верим до конца. Игра валидольная. Держимся, ребята. Держимся. На льду развернулась нешуточная борьба. Градус игры был настолько высоким, что даже ломались клюшки. Основное время закончилось с ничейным счетом. Исход овертайма решили булиты. На этот раз фортуна была на стороне Таншаева. Сегодня не хватало у них. Видно было, что у них меньше состава было, чем обычно. А у нас наоборот. Сегодня, можно сказать, максимальный наш состав был. Поэтому и в овертайме, не как в той игре, когда мы уже середину овертайма просто стояли. В принципе, тяжело было, но легче, чем в первой игре. Но ощущается хоккей. Эмоции положительные. Плюс мы выиграли, везем домой серию. Так что эмоции положительные. Саровчан поддерживал почти полный зал Ледового дворца. Для игроков эмоции болельщиков. Это дополнительный стимул в игре. Не зря говорят, что болельщики – это шестой игрок на площадке. Болельщики вели нас вперед, поддерживали, кричали. То есть нам приятно это слышать от них и видеть их на трибунах. Не так собрались, чтобы понять, на что настроен соперник. Соперник настроился биться. Все-таки это плей-офф. Здесь игр просто так не бывает. Простых. Ну, в принципе, второй период. Поговорили в раздевалке, пообщались, сделали работу над ошибками и вышли биться. Следующая игра финальной серии игр чемпионата Нижегородской области по хоккее высшей лиги состоится на выезде. ХК Саров снова встретится со стартом в Таншаево. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова